Артист Фёдор Грай И была в этом взгляде такая неподдельная вера в происходящее, что зрители смеялись, а иногда даже хлопали ему Руководитель драм-кружка, суетливый малый, с конопатым неинтересным лицом, на репетициях кричал на Фёдора, произносил всякие ехидные слова, заставлял говорить громче Фёдор тяжело переносил этот крик, много думал над ролью, а когда выходил на сцену, всё повторялось Фёдор говорил негромко и смотрел на партнёров из-под лобья Режиссёр за кулисами кусал губы и громко шептал «Верстак! Наковальня!» Когда Фёдор, отыграв своё, уходил со сцены, режиссёр набрасывался на него и шипел, как разгневанный гусак «Где у тебя язык? Ну-ка покажи язык, ведь он же у тебя!» Фёдор слушал и смотрел в сторону Он не любил этого вьюна, но считал, что понимает в искусстве меньше его И терпел Только один раз он вышел из себя «Где у тебя язык?» Накинулся по обыкновению режиссёр Фёдор взял его за грудь и так встряхнул, что у того глаза на лоб полезли «Больше не ори на меня!» Негромко сказал Фёдор и отпустил режиссёра Бледный руководитель не сразу обрёл дар речи «Во-первых, я не ору!» – сказал он, заикаясь «Во-вторых, если не нравится здесь, можешь уходить тоже мне, герой-любовник» И ещё вяк не раз Фёдор смотрел на руководителя, как на партнёра по сцене Тот не выдержал этого взгляда Пожал плечами и ушёл Больше он не кричал на Фёдора «А погромче, чуть погромче нельзя!» – просил он на репетициях и смотрел на кузнеца с почтительным удивлением и интересом Фёдор старался говорить громче Отец Фёдора, Емельян Спиридоныч, один раз пришёл в клуб посмотреть сына Посмотрел и вышёл, никому не сказав ни слова А дома во время ужина ласково взглянул на сына и сказал «Хорошо играешь!» – Фёдор слегка покраснел «Пьес хороших нету, можно бы сыграть!» – сказал он негромко Тяжело было произносить на сцене слова вроде «цельхознаука», «незамедлительно», «в сущности говоря» и тому прочее Но ещё труднее, просто невыносимо трудно и тошно было говорить всякие «чего», «куды», «эвон», «эйны» А режиссёр требовал, чтобы говорил так Тогда речь шла о простых людях «Ты же простой парень!» – взволнованно объяснял он «А как говорят простые люди?» Ещё задолго до того, когда нужно было произносить какое-нибудь «теперича», Фёдор на беду свою чувствовал его впереди Всячески готовился не промямлить, не съесть его Но когда подходило время произносить это «теперича», он просто шептал его себе под нос и краснел, краснел Было ужасно стыдно «Стоп!» – взвизгивал режиссёр «Я не слышал, что было сказано» «Нести же надо слово!» «Ещё раз!» «Активнее!» «Я не могу!» – говорил Фёдор «Что не могу!» «Какое-то дурацкое слово! Кто так говорит?» «Да вот же! Боже ты мой!» – режиссёр скакивал и совал ему под нос пьесу «Видишь? Как тут говорят?» «Наверное, умнее тебя писал человек» «Так не говорят! Это же художественный образ! Актёр!» Фёдор переживал неудачи как личное горе Мрачнел, замыкался, днём с ожесточением работал в кузнице, а вечером шёл в клуб на репетицию Готовились к межрайонному смотру художественной самодеятельности Режиссёр крутился волчком, метался по сцене, показывал, как надо играть тот или иной художественный образ «Да не так же! Боже ты мой!» – кричал он, подлетая к Фёдору «Не верю! Вот смотри!» Он надвигал на глаза кепку, засовывал руки в карманы И входил развязной походкой в кабинет председателя колхоза Лицо у него делалось на редкость тупое «Нам? То есть молодёжи нашего села, Иван Петрович, необходимо? Нужен клуб! Чего?» Все вокруг смеялись и смотрели на режиссёра с восхищением «О! Выдаёт!» А Фёдора охватывало глубокое злоба и отчаяние То, что делал режиссёр, было, конечно, смешно, но совсем неверно Фёдор не умел только этого сказать А режиссёр, очень довольный произведённым эффектом Но всячески скрывая это, говорил деловым тоном «Вот так, примерно, старик, можешь делать по-своему Копировать меня не надо, но мне важен общий рисунок, понимаешь?» Режиссёр хотел на этом смотре широко доказать, на что он способен В своём районе его считали очень талантливым Фёдору же за всё его режиссёрские дешёвые выходки хотелось дать ему в лоб Вообще, выкинуть его отсюда Он играл всё равно по-своему Раза два он перехватил взгляд режиссёра Когда тот смотрел на других участников, обращая их внимание на игру Фёдора Он с наигранным страданием закатывал глаза и разводил руками Как бы желал сказать «Ну, тут даже я бессилен» Фёдор скрипел зубами, терпел И говорил «Чего?» Но никто не смеялся В этой пьесе по ходу действия Фёдор должен был приходить к председателю колхоза Махровому бюрократу, волокитчику И требовать, чтобы тот начал строительство клуба в деревне Пьесу написал местный автор И, используя своё знание жизни Сверх всякой меры Нашпиговал её народной речью «Чего? Туды, сюды?» Так и сыпалось из уст действующих лиц Роль Фёдора сводилась в сущности к положению жалкого просителя Который говорил бесцветным, вялым языком и уходил ни с чем Фёдор презирал человека, которого играл Наступил страшный день смотра В клубе было битком набито В переднем ряду сидела мандатная комиссия Режиссёр в комнате умолял актёров «Голубчики, только не волнуйтесь Всё будет хорошо Вот увидите, всё будет отлично!» Фёдор сидел в сторонке, в углу курил Перед самым началом режиссёр подлетел к нему «Забудем все наши споры, умоляю, погромче! Больше ничего не требуется!» «Пошёл ты!» Холодно вскипел Фёдор, он уже не мог больше выносить этой бессовестной Бессовестной пустоты и фальши в человеке «Она бесила его!» Режиссёр испуганно посмотрел на него «И отбежал к другим!» «Я уже не могу!» Услышал Фёдор его слова Всякий раз, выходя на сцену, Фёдор чувствовал себя очень и очень плохо Как будто проваливался в большую гулкую яму Он слушал стук собственного сердца В груди становилось горячо и больно И на этот раз, ожидая за дверью сигнала, пошёл Фёдор почувствовал, как в груди начинает горячо подмывать В самый последний момент он увидел взволнованное лицо режиссёра Тот беззвучно показывал губами «Громче! Громче!» Это решило всё Фёдор как-то странно вдруг успокоился Смело и просто ступил на залитую светом сцену Перед ним сидел лысый бюрократ-председатель Первые слова Фёдора по пьесе были «Здравствуйте, Иван Петрович! А я всё насчёт клуба!» «Поймите, Иван Петрович, молодёжь нашего села!» На что Иван Петрович, бросая телефонную трубку, кричал «Да не до клуба мне сейчас!» Пассивная срывается Фёдор прошёл к столу председателя Сел на стол «Когда клуб будет?» Глухо спросил он Суфлёр в своей будке громко зашептал «Здравствуйте, Иван Петрович! Здравствуйте, Иван Петрович!» «А я всё насчёт!» Фёдор ухом не повёл «Когда клуб будет, я спрашиваю!» Повторил он свой вопрос Прямо глядя в глаза партнёру Тот растерялся «Когда будет, тогда и будет!» Буркнул он «Не до клуба сейчас!» «Как это не до клуба?» «Как? Как? Так?» «Чего ты?» «Явился тут царь горох!» «Партнёра тоже уже понесло на пропалую!» «Не велика птица! Без клуба поживёшь!» Фёдор положил тяжёлую руку на председательские бумажки «Будет клуб или нет?» «Не ори!» «Я тоже орать умею!» «Наше комсомольское собрание постановило!» «Наше комсомольское собрание постановило!» «С отчаянием повторял суфлёр!» «Вот что!» Фёдор встал «Если вы думаете, что мы по старинке жить будем, то вы сильно ошибаетесь!» «Не выйдет!» Голос Фёдора зазвучал крепко, чисто! «Зарубите это себе на носу!» «Председатель!» «Сами можете киснуть на печке с бабой, а нам нужен клуб!» «Мы его заработали!» «Нам библиотека тоже нужна!» «Моду взяли бумажками отбояриваться!» «Я их видеть не хочу, эти бумажки!» «И дураком жить тоже не хочу!» Суфлёр молчал и с интересом наблюдал за разворачивающейся сценой. Режиссёр корчился за кулисами. «Чего ты кричишь тут?» Пытался остановить председатель Фёдора, но остановить его было невозможно. Он незаметно для себя перешёл на «ты» с председателем. Сидишь тут, как ворона, глазами хлопаешь. Давно бы уже всё было, если бы не такие вот. Сундук старорежимный, пуп земли. Ты ноль без палочки. Один-то вот кто. А ломаешься, как дешёвый пряник. Душу из тебя вытрясу, если клуб не построишь. Фёдор ходил по кабинету, сильный, собранный, резкий. Глаза его сверкали гневом. Он был прекрасен. В зале стояла тишина. «Запомни моё слово. Не начнёшь строить клуб? Поеду в район, в край, к чёрту на рога. Но я тебя допеку. Ты у меня худой будешь». «Выйди отсюда моментально», – взорвался председатель. «Будет клуб или нет?» Председатель мучительно соображал, как быть. Он понимал, что Фёдор не выйдет отсюда, пока не добьётся своего. Я подумал, завтра подумаешь, будет клуб, ладно? Что ладно? Будет вам клуб. Что ты делаешь вообще-то? Председатель с тоской огляделся. Искал режиссёра. Хотел что-нибудь понять во всей этой тяжёлой истории. В зале засмеялись. Вот это другой разговор. Так всегда и отвечаю. Фёдор встал и пошёл со сцены. «До свидания. Спасибо за клуб». В зале дружно захлопали. Фёдор, ни на кого не глядя, прошёл в актёрскую комнату и стал переодеваться. «Что ты натворил?» – печально спросил его режиссёр. «Что? Не по-твоему? Ничего. Переживёшь? Выйди отсюда. Я штаны переодевать буду. Я стесняюсь тебя». Фёдор переодевался и вышел из клуба. Крепко хлопнув на прощание дверью, он решил порвать с искусством. Через три дня сообщили результаты смотра. Первое место среди участников художественной самодеятельности двадцати районов края завоевал кузнец Фёдор Грай. «Хм, может, ещё какой Фёдор Грай есть?» – усомнился отец Фёдора. «Не-е-е, я один Фёдор Грай», – тихо сказал Фёдор и побагровел. «А может, ещё есть? Даже не знаю».